Ежедневно на территории Верхней Волжи фиксируется от 10 до 20 случаев мошенничеств или краж с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проще говоря, преступники используют все методы, чтобы добраться до наших банковских карт. Сегодня это каждое четвертое совершаемое в Тверской области преступление. Как не стать жертвой мошенников? На этот вопрос в нашем следующем репортаже ответят специалисты. Эту встречу с журналистами в областном управлении полиции организовали из-за острой необходимости. Полицейские говорят о взрывном росте преступлений, связанных с банковскими картами и денежными счетами. Львиная доля таких преступлений – звонки от мнимых сотрудников банка. Пугают лжебанкиры, как правило, двумя вещами. Сообщают, что именно в эти минуты с нашего счета якобы снимают деньги, и что на наше имя кто-то пытается оформить кредит. Стоит податься панике, и вы в лапах мошенников. В дальнейшем преступники различными способами, общаясь с гражданином, получают сведения о его номерах банковских карт, о других реквизитах с банковской карты. Это фамилия, имя, срок действия, цифры кода с обратной стороны карты, и пароли, необходимые для подтверждения платежей, которые приходят в это время гражданину на его мобильный телефон. В испуге и панике вы сообщаете преступникам то, о чем даже близким родственникам говорить не рекомендуют. У настоящих банских работников все эти сведения есть. Соответственно, им в принципе нет нужды у вас эти сведения спрашивать. Поэтому, когда в любой ситуации у вас кто-то интересуется данными на карте, какие там, до какого срок действия, с обратной стороны код, тем более пароли, которые приходят с коротких номеров банковских, это уже стопроцентно мошенничество. Многие мошенники представляются службой безопасности банков. Если вам так звонят и говорят, то это мошенники. Сразу же прекращайте с ними разговор. И если вы сомневаетесь, у вас какие-то все-таки, ну там понятно, что человек может занервничать, то берете паспорт и лично в ближайший филиал своего банка идете и узнаете, там есть ли у вас какие-то проблемы или нет. Но ни в коем случае не перезванивайте на номер, с которого звонили вам, даже если он похож на номер вашего банка. Но есть ситуации, когда настоящий сотрудник реального банка должен задать вам вопрос. Например, при необходимости заблокировать карту или перевести на нее деньги по номеру вашего телефона. Вопросы будет задавать клиентский менеджер. Вы можете говорить только, как вас зовут, да, последние четыре номера цифры карты и можете назвать кодовое слово. Любой банковский менеджер никогда не спросит у вас никакие персональные данные, за исключением вот этих вот. То есть это вот четыре последние цифры, кодовое слово. Как только начинают спрашивать что-то другое, все, это уже однозначно мошенники, можно класть трубку и больше не разговаривать с этими людьми. Другой распространенный способ обмана – при покупках через сеть интернет. Пик пострадавших пришелся на период вынужденного локдауна. Но риски сохранились и теперь. Если вы решили где-то все-таки что-то купить, не поленитесь вот о том месте, сайте, группе ВКонтакте, там в Инстаграме, в любых соцсетях, поискать отзывы. Очень много активных людей. И очень часто отзывы, допустим, если это сайт мошеннический, либо там группа какая-то мошенническая, очень быстро в интернете появляются отзывы. Буквально день-два, и там уже пишут, что там оплатил, ничего не пришло там. Оплатил, меня заблокировали, я больше не могу даже на этот сайт зайти. Не покупайтесь на нереально большие скидки. И будьте внимательны к сайтам известных брендов. Часто делают похожие сайты с похожим адресом. Его обычно отличает какая-нибудь лишняя буква в адресе, да, либо там точка, пробел, то есть любой лишний знак в адресной страхе. И еще один важный совет от специалистов. Перед тем, как получить любую финансовую услугу, основательно изучите риски и внимательно проверьте организацию, с которой собираетесь иметь дело. При выборе той или иной организации, мы вообще-то должны удостовериться, что это за организация. Это действительно кредитная организация, или микрофинансовая организация, или страховая компания. Для того, чтобы нам потом не бегать по судам, не создавать общество по поводу «верните наши деньги». Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте Центробанка. Большая проблема на сегодняшний день, самое слабое звено – это на самом деле человек. Чтобы мошенникам взломать то или иное устройство, самое легкое, оказывается, – это взломать человека. А потому, уважаемые земляки, не дайте преступникам шанса. Правила безопасности просты, но их нужно соблюдать. Подробно о самых распространенных схемах мошенничества и нашей с вами безопасности мы говорили на этой неделе в программе «Тема дня» с участием полицейских, банкиров и психолога. Запись программы можно найти на сайте ТРК Тверской проспект.